Подпишитесь на канал, поставьте лайк и нажмите на колокольчик. Вы его слышали. В последнее время нейросети вышли просто на какой-то новый уровень. Чего только стоят эти нейросети, которые делают картинки из какого-то текста в описании или там собирают воедино две картинки, получаются просто какие-то уникальные арты. И некоторые люди уже сейчас вовсю используют результаты этих нейросетей, например, ставят вот эти вот сгенерированные картинки себе, допустим, как аватарку для какого-то своего проекта или как логотип какой-то своей компании. И таким образом работа дизайнеров со временем может просто начать обесцениваться, потому что есть нейросети, которые за две секунды сделают тебе любую картинку по твоему описанию. Да, есть некоторые проблемы, например, нейросети не могут нарисовать ведьмачий медальон, если загружать какие-то картинки по ведьмаку, не могут нормально рисовать мечи и так далее. То есть есть какие-то мелкие недочеты, которые, я думаю, со временем тоже смогут поправить, потому что уже результат того, что делают эти нейросети просто за считанные секунды, это просто что-то поражающее воображение. Так вот, о чем мы с вами сейчас будем говорить, совсем недавно появилась еще одна нейросеть, и в этот раз она может делать не картинки, она может делать голос Геральта из Ривии. Можно написать любой текст и услышать, как его читает Геральт. И сразу отвечу вам на провокационный вопрос в названии видео. Заменят ли нейросети актеров озвучки? Нет. На данный момент эта нейросеть — это просто побаловаться. Да, она делает очень похожий тембр голоса на Всеволода Кузнецова и также английскую версию Дага Кокла, которую озвучил Геральта. Но главная проблема здесь даже не в том, что он получается очень роботизированный, хотя, конечно, некоторые отдельные фразы получаются довольно реалистичными, но проблема даже не во всем этом, а в том, что это просто сухой безэмоциональный текст. И сойдет он лишь для того, чтобы поприкалываться, сделать какие-то вставки в свое видео. Вставай, на работу опоздаешь. Или отправить другу голосовое сообщение голосом Геральта. Ща я тут нарежу коротких роликов, еще штук 18. Но использовать это в каких-то серьезных проектах, делать озвучку с таким голосом, разумеется, у вас не получится. И я думаю, что ни одна нейросеть никогда не сможет по-настоящему показать человеческие эмоции. Ведь профессия актера озвучки не только в том, чтобы зачитать текст, а в том, чтобы выразить правильные эмоции и голосом изобразить то, что должен был изобразить персонаж в сцене. И даже неважно, это аудиокнига или это фильм, где вы еще видите там мимику, лицо персонажа. Озвучка — это целое искусство, это то, чему люди учатся много лет, они оттачивают свои умения, они учатся в актерских вузах, либо же сами прикладывают к этому много сил. Нейросеть — это просто сухой текст. Ты че, офигел что ли? И даже если люди обучат нейросети как-то выражать эмоции, выставлять интонации, я думаю, что в ближайшем будущем все равно невозможно будет сделать это так, чтобы это было примерно на том же уровне, что и настоящие актеры озвучки. Если графические нейросети учатся очень быстро и могут делать такие офигительные картинки, то нейросети, которые выдают голос, им еще очень-очень далеко до какого-то серьезного уровня. Хотя, кто знает, еще бы лет пять назад, я думаю, никто не подумал, что такое вообще будет возможно, и у нас в телефоне будет голос Геральта. Но пока что это несерьезные актеры озвучки, никуда не денутся, и так и будут радовать нас своей работой в разных фильмах, играх и так далее. Так вот, что по поводу этой нейросети. Там есть английская и русская версии Геральта из Риви, а также голоса разных дикторов, как русскоязычных, так и англоязычных, и голоса из разных других игр. Есть голос Киберпанка, Овервотча, Валоранта и Лиги Легенд. Но при этом как англоязычный, так и русскоязычный голос может читать текст на любом языке. То есть английский Геральт может читать тексты на русском. Но при этом, что забавно, английский Геральт будет читать русский текст с таким угарным акцентом. Кстати, английская версия Геральта получается намного менее роботизированной, чем русская, и она реально похожа на оригинал. Но это, во-первых, специфика английского языка, во-вторых, это специфика того, что английский Геральт реально всю игру разговаривает вот таким образом, особо не показывая эмоции. Здесь можно долго спорить о том, насколько был прав Всеволод Кузнецов, озвучив Геральта по-своему и добавив ему больше эмоций, больше интонаций и всякого такого. Ну, скажу вам честно, для тех, кто читал книги, будет нифига не секрет, что в книгах Геральт был очень даже эмоциональный. И вообще вся эта чушь про безэмоциональность ведьмаков, это выдумка, и об этом даже у меня есть отдельное видео, можете его вот тут посмотреть. Так вот, английский Геральт менее роботизированный, но все равно слышно, что это не настоящий голос, и все равно эмоции какие-то, если вы захотите добавить, нейросеть вам не добавит. А теперь давайте посмотрим, как одну и ту же фразу зачитает Всеволод Кузнецов у меня в телефоне в нейросети и настоящий Всеволод Кузнецов, который читал эту же фразу в аудиокниге. Пропорции условны, а границы размыты. Я не святой отшельник, не только одно добро творил в жизни. Но если приходится выбирать между одним злом и другим, я предпочитаю не выбирать вообще. «Зло — это зло, Стригобор», — серьезно сказал ведьмак, вставая. «Меньшее, большее, среднее — все едино. Пропорции условны, а границы размыты. Я не святой отшельник, не только одно добро творил в жизни. Но если приходится выбирать между одним злом и другим, я предпочитаю не выбирать вообще». Как можно заметить, на данный момент у нейросети серьезные проблемы с двумя вещами. Первое — она не совсем понимает пунктуацию и делает паузы там, где их не нужно делать, и наоборот. И второе — это с ударениями в некоторых словах. Но какие-то более простые фразы нейросеть читает, в принципе, более-менее адекватно. «Подпишитесь на канал». Поэтому если просто поугарать, отправить своему другу голосовуху голосом Гиральта, особенно если он не знает об этой нейросети, и написать ему «Братан, тут рядом со мной все Влад Кузнецов стоит», то может даже прокатить. Возможно, я буду использовать эту нейросеть для каких-то приколов в своих видео, когда мне будет нужен голос Гиральта. И да, я до сих пор не сказал, что это бесплатная нейросеть, и можно ее спокойно у себя в Телеграме попробовать и пользоваться ей без каких-либо ограничений. Единственное ограничение — это 5000 символов нейросеть может вам зачитать за один день, потом это все обновляется. Ну, блин, 5000 символов — это огромный текст, навряд ли вам столько понадобится, так что по факту ограничений никаких нет. И, ребят, вам нравится мой костюм? Если вы тоже хотите сделать себе ведьмачий костюм, причем любой сложности, любые доспехи из Ведьмак 3, и любых других частей, и вообще любых других игр, фильмов и так далее, то советую вам заглянуть в мастерскую «Сокол Воркшоп». Они сделали мне вот такие офигенные сапоги по мотивам сапогов школы Мантикоры из Ведьмак 3. Они сделают работу любой сложности, любой доспех из Ведьмак 3, а если при заказе вы назовете промокод «Найтмар», то получите бесплатную доставку по всему миру. Ссылка на группу мастерской и их страничку на ярмарке мастеров вы найдете в описании под видео. В целом нейросеть получилась очень классной, опять же, несмотря на ее минусы. Я бы, например, очень хотел, чтобы они добавили туда голоса других персонажей из Ведьмака. Той же Йеннифер, Цири, Лютика. Да и вообще, чем больше, тем лучше. Тогда даже можно будет делать какие-то анимации и вставлять туда голоса этих известных персонажей. Особенно, если их все-таки со временем еще подтянут, и они будут звучать еще лучше. Будет меньше этого роботизированного звука, может хотя бы какие-то эмоции, можно будет каким-то образом туда добавить. Потому что пока это, конечно, все на среднем уровне. Хотя единственный у меня вопрос, если это действительно использовать в каких-то вот таких целях, и снимать какие-то свои там мультики, мини-фильмы и прочее. Что с авторскими правами? Ведь, по сути, это использование чужого голоса. Я даже вообще не знаю, кстати, как эту нейросеть сделали, допустим, с голосом Севолода Кузнецова. А вдруг он в суд на них подаст? Возможно, это как-то было договорено. Хотя я не знаю, допустим, как они договаривались бы с англоязычным голосом Геральта Дагом Коклом. И договаривались ли они вообще. Но если это все как-то юридически было оформлено, тогда, я думаю, проблем быть не должно. Но, если честно, я сомневаюсь. Ведь, по сути, голос актера, который является его рабочим инструментом, которым он зарабатывает деньги, и, в принципе, как бы его цена — это уникальность его голоса. Вы можете, например, посмотреть, сколько стоит записать несколько минут текста голосом Лютика, Сергея Бурунова. Вы офигеете от ценника. А представьте теперь, что этот голос может использовать просто каждый у себя в телефоне и добавлять его в какие-то свои проекты. Особенно, если нейросети достигнут такого уровня, как я уже сказал, что это будет приближено к реальности. Вот тогда действительно настанет какой-то хаос, и как потом со всем этим разбираться, если честно, я пока не понимаю. Но, как говорится, поживем-увидим, потому что пока что это просто баловство, и сомневаюсь, что кто-то станет использовать это в каких-то коммерческих проектах. А я хочу поблагодарить спонсоров своего канала. Уровень Спонсор Плюс – Николета Пипистрелла. Уровень Спонсор – Джулс Джевелл, Свит Калэмити и Регулум. Если вы тоже хотите поддержать канал материально и упоминаться в конце каждого моего видео, оформляйте функцию спонсорской подписки на моей страничке на сайте Boosty. Там есть несколько уровней подписки, подписчики уровня Спонсор Спонсор Плюс упоминаются в конце каждого моего видео. И скоро, как раз для спонсоров Спонсоров Плюс, будут выходить видео в раннем доступе. В первую очередь это будет касаться интервью. Мои спонсоры смогут посмотреть интервью как минимум на несколько дней раньше всех остальных. Также не забывайте ставить лайки и подписываться на канал, потому что здесь будет еще очень много всего интересного. Ну и конечно жмите колокольчик, чтобы не упустить новые видео. Ну а с вами был Найтмер. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...